Сейчас мы своих долгожданных зрителей поприветствуем. Сейчас посмотрим, точно ли у нас всё идёт, точно ли у нас всё запущено. Чтобы убедиться. Да, по всей видимости, мы с тобой в эфире. И самое время, чтобы извиниться, во-первых, за задержку. 9 мая, вообще странные вещи происходят в этот праздник. Но, тем не менее, мы в эфире. PlayStation Россия сегодня будет показывать вам одними из первых на Твиче. По крайней мере, в таком красивом виде. И вообще замечательную такую игру, как Uncharted 4. Путь вора. В прямом эфире на PlayStation Россия. Сегодня с вами будут в эфире Денис Бойсовский. Тот парень, который постоянно уже с вами в эфире. И другой Денис с канала Willow Games. У нас сегодня просто Double Den. Привет, Денис. Да, двойной Денис её прямо-таки. На самом деле, мы знаем, что Uncharted 4, это игра... Ну, вообще, в принципе, любой Uncharted, это игра про сюжет. Поэтому мы решили вам вообще ничего не спойлерить. То есть, ну, прям максимально ничего. Потому что будем показывать только то, что вы уже, скорее всего, хорошо видели. То есть, на всяческих роликах, которые вы заметили в интернете, на Ютубе. Вы эти ролики видели и в кадрах, и из трейлеров. Это вот у нас, например, одна из таких вот локаций. Я даже не буду называть её, чтобы, знаешь, оставить всё это на своё, так скажем, смотрение, на своё исследование, как минимум. Вот, так что сегодня мы просто поговорим с вами немножко об Uncharted. Вот я и Денис уже, два Дениса, как минимум уже поиграли в игру. Я полагаю, мы уже в машине, да, с тобой? Куда-то направляемся. Да. Знаешь, вот эта вот локация, которую мы сейчас посещаем, она некоторых игроков прям дико впечатлила, потому что в Uncharted ещё никогда не было настолько масштабных, настолько масштабных действительно локаций, где можно поделать много чего интересного, поисследовать. Вот я сейчас, например, выхожу такой из машины, ребята меня вот эти вот ждут. И тут можно пособирать всяческие коллектабл, сокровища поискать, как это мы любим делать в Uncharted. И вот я прошёл игру, получается... Ты уже прошёл игру даже? Да, да, я же один из тех счастливых обладателей пресс-кита. И игру уже прошёл, уже вовсю всем рассказываю, насколько она хорошая, естественно, без спойлеров. И, ну, во-первых, вот сокровища, сокровища, вот я его до этого не находил. Вот, после прохождения игры открывается один потрясающий просто режим. Это режим без худа, то есть без интерфейса всяческого. То есть можно наслаждаться игрой ещё более, как сказать, более нативно. То есть вообще, чтобы ничего не отвлекало. Как кино, да? Абсолютно точно, как кино. И знаешь, когда вот в Перестрелках, вот мы как раз, я думаю, сейчас съездим, устроим небольшую акцию насилия касаемо наших злодеев. Тут, как обычно, против нас наёмники. Те ребята, которые мешают нам нашим приключениям и так далее. И мы будем по ним стрелять. И когда в режиме без худа ты стреляешь, это ещё круче, потому что ты прицеливаешься максимально интуитивно. Почему? Потому что... А, в Перестрелках есть? Нет. Ну, есть небольшая доводочка, ну, как обычно, да. Тут есть вообще режим для тех, кто абсолютно не умеет играть в шутеры или вообще вот только вот купил ради Uncharted для себя PlayStation, он знает, что ради этой игры стоит покупать себе PS4. И тут есть режим, так скажем, ну, вообще для новичков. Сейчас вот я его попытаюсь показать. Он в настройках, да. Это вот совсем очень плотное такое, не знаю, прилепление прицела к врагам. То есть вот метки врагов сейчас поставлю. То есть и режим без худа, конечно, сейчас выключу, чтобы показать, как это работает. То есть теперь в Uncharted может играть даже тот человек, который, ну, знаешь, многие говорят, ну, на геймпаде тяжеловато как-то стрелять, я вот не могу. Но хочу поиграть в Uncharted. А теперь это абсолютно не проблема, потому что есть этот режим, который позволит, не знаю, даже твоим родителям, которые, знаешь, ну, вообще в игры особо не играют. Надо маме рекомендовать обязательно. То есть буквально, знаешь, очень-очень-очень просто. Поставил какой-нибудь простенький режим сложности и все, и бонзай. И это просто очень, ну, не знаю, это интуитивно, во-первых, да, в итоге будет то, что у тебя там одна кнопочка прицела, другая кнопочка выстрел. О-о-о-о, а все остальное у тебя, ну, не знаю, разберется абсолютно любой. Это, кстати, очень хороший шаг, потому что, ну, Uncharted, он не самая легкая игра. Все-таки, даже вот проходя на нормале в первый раз, я испытывал в некоторых местах трудности. Ну, а вот когда ты будешь играть на самом легком, и как раз у тебя будет вот этот режим сверхпомощи, помощи свыше, мне кажется, будет вообще прекрасно. Ладно, давай какие-нибудь интересности. Вот ты говоришь, игра достаточно сложная. Я полагаю, что ты акцентируешь внимание сейчас на перестрелках. Да, да, да. А были ли, ведь серия игр Uncharted, она может похвастаться хорошими... Загадками? Загадками, да. Слушай, головоломок в этой части, по-моему, даже больше, чем в любой другой. Ну, во-первых, это сама часть, сама по себе уже больше, чуть ли не вдвое, ну, минимум в полтора раза, чем в любой другой Uncharted. То есть для тех людей, которые хотели, чтобы вот четвертый Uncharted был просто той игрой, в которой больше всего того, что было в прошлых частях, то вот эти ребята угадали, и тут так действительно есть. Ну, и плюс приключений самих стало тоже гораздо больше, соответственно, и загадок. Единственное, что загадки стали, знаешь, такими... Ну, раньше, если ты такой полчаса должен был там даже на какой-нибудь вещью посидеть, то тут чуть проще, чуть проще. Слушай, я только что увидел, у меня задержка ведь, да, смотрю, то, что происходит, во-первых, меня очень укачивают, только что Лемуров видел, да, то есть живность появилась. Да, да, да. То есть не можно взаимодействовать. Слушай, ну, тут, кстати, я видел некоторые фотки, да, уже у людей, которые как раз-таки пользуются активно фоторежимом, да, для тех, кто не знает, что такое фоторежим, фоторежим, это вот понравился кадр, вы его остановили, не знаю, глубиной резкости там подправили, там камеру, вот не знаю, все что угодно там. И в Инстаграм сразу, да? И в Инстаграм, да, кстати, даже не обязательно использовать какие-либо фильтры Инстаграма, потому что тут они, кстати, тоже сами по себе есть, то есть и винетку, и зернистость, и рамку, и вот фильтр, не знаю, тут пощелкаю, вплоть до того, что тебе понравился какой-то фильтр, да, в фоторежиме, ты такой, я бы хотел пройти Uncharted, ну, как в режиме селлшейдинга, такое, ну, просто... А, и ты можешь активировать его и играть в таком режиме, да? Да, а ты, когда собираешь сокровища, да, я даже, наверное, покажу, когда собираешь сокровища, ты открываешь бонусы, вот, ну, это, опять же, это все без спойлеров и так далее, как бы это было и в NetEye Drive Collection, и в прошлых частях, вот, есть режим рендеринга, или рендеринга, кто как любит больше называть, то есть, вот, у меня уже несколько открыто, режим классика, режим ретро, то есть, понравился какой-то фильтр, бац, в нем играет, тут даже есть 8-битный, но 8-битный я не открыл, например, режим комикс, и вот у нас Uncharted внезапно превращается... В 8-битный режим, подожди, а как его открыть? Ну, что за очки? Да, очки ты получаешь, каждый раз, когда ты собираешь сокровища, тебе дают 2 очка, каждый раз, когда ты слышишь диалог, так называемый, необязательный, да, ну, то есть, в некоторых случаях, в некоторых ситуациях это можно сделать, ну, возможно, вы уже видели как раз в роликах, что иногда появляются ситуативные диалоги, в которых можно выбрать вообще какой-либо вариант ответа, ну, там, например, в самом начале, это еще и в роликах было, когда Сэм приходит к Дрейку, ну, это брат Дрейка Нейтана, и, о, как раз живность побежала прятаться, и он как раз спрашивает, слушай, а какое самое крутое твое путешествие было? И ты выбираешь, какая часть тебе Uncharted, по сути, больше понравилась там, вот это все, вот, это очень приятные вещи, тут очень много пасхалок, очень много всего интересного, О, кстати, у нас тут очередная постройка, вот, и, ну, не зря я все-таки вот эту локацию выбрал, потому что, ну, во-первых, если бы даже ее не показывали, это одна из самых нейтральных, на самом деле, глав, где ничего особо, ну, тебе не говорят, тем более, а звук сделать чуть потише самих героев, чтобы ничего лишнего не услышать. Скажи, все-таки, это вот глава такая, где нужно ездить на транспорте, или открытый мир? Нет, это глава, ну, игра уже выйдет завтра, уже завтра все будут играть в Uncharted, да, и я скажу так, это просто одна из локаций. Денис, а сегодня можно мне будет поиграть? Конечно, конечно, да, у кого есть, они уже могут играть. Вот, в некоторых местах даже есть предварительные заказы, а в PSN можно уже играть с 12 ночи, прям вот, предзаказал и играй. Так вот, что интересно вот в этой локации, таких в игре будет парочка, вот, ну, чтобы, знаешь, и не делать же Uncharted в открытом мире, все-таки эта игра немножко про другое, это про приключения, не которые ты ищешь, да, так скажем, на свою задницу, а это приключения, которые тебя в основном находят, как правило, да, и поэтому тут несколько всего таких локаций, и на них куча сокровищ, вот, за первое прохождение в этой локации из 15 я собрал всего 5, хотя я вроде бы лазил чуть ли не везде, хотя, вот, опять же, вот на стриме мы сейчас нашли еще одну, а вот еще одну. Какой-то я был невнимательный в первый раз, хотя, знаешь, когда я в первый раз проходил, у меня соседи слышали две реакции, это типа, о, боже мой, как круто, или, блин, меня опять убили, что же делать, вот, и Uncharted в этом плане, ну, прям сугубо про эмоции, и это очень и очень здорово. Вот у нас, кстати, появилась в машинке новая штука, которой вообще не было, ну, как и машина, хотя машины в игре фигурировали, это вот такая вот, как сказать-то... Так, давай, я пока не вижу. Я забыл, как это называется, боже мой, мне стыдно, словарный запас, как у лимура. Я канистру видел, она офигенная, она трясется на каждой кочке. Да, 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 но у нас есть вот такой вот канат, который мы будем использовать для того, чтобы подниматься на труднодоступные какие-то места. Опять же, это места будут нужны такие и по сюжету, и, опять же, такие места нужны будут для того, чтобы подобрать какую-нибудь штуку, которую ты не понимаешь, как взять, вот. И, кстати, для людей, которые уже нас смотрят, нас достаточно много, почти 500 человек, я уж думал, придет, как обычно, чуть меньше. Надо нормально, все, всем привет. Но, 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 ребята, мы, как обычно, мы же лебедка, точно, точно, лебедка, как я мог забыть. Ребят, мы, как обычно, будем разыгрывать вам кодики PlayStation Plus, так что, если вдруг у кого-то кончился, вы вот прям по адресу пришли, ну, во-первых, и на, ну, по моему скромному мнению, чуть ли там не игру года сейчас смотрим, да, вот, по-любому. И, помимо этого, еще получите, точнее, получите возможность выиграть сегодня один из трех кодов для PlayStation Plus на три месяца. То есть, бесплатные игры, мультиплеер и все вот это вот. Ой, смотри, как красиво. Пожалуй, преимущество. Да, то есть, куча преимуществ и все такое. Вот, как обычно, как обычно, мы будем проводить конкурс в течение стрима, объявлять вопросы, а отвечать вам нужно будет на эти вопросы только в Твиттере. Ну, вы можете заглянуть в описание канала, вы там все абсолютно увидите, там, подробно, буквально, инструкции, как это сделать. А первый вопрос я объявлю буквально через пять минуток, вот, у нас будет, как обычно, несколько вопросов на скорость ответа, кто первый, тот и выиграл, и несколько более-менее творческих. Так что, сейчас приготовьте свои Твиттеры и расчехляйте регистрации и все вот это. Слушай, пока не расчехляйте свои Твиттеры, позволь спросите вновь про эту канистру, которая многим понравилась, зрителям, я уверен, она еще фигурировала в трейлере. Ее можно доставать и заправлять в автомобиле? Или все-таки это визуальное просто дополнение картинки? Я тебе так скажу. Тут можно делать много чего, но с канистрой я ничего не делал. Но тут, возможно, тут же просто очень хитрая система, ну, боевая. Ты можешь доставать и из других машин канистры, да, кидать их в сторону врагов и ловким движением руки стрелять в них и взрывать. Да, поэтому я не уделен, если она сможет нам с этим помочь. Хотя, возможно, это просто бутафория, показывающая нам, что физика Uncharted 4 может и не такое, не только канистру туда-сюда мотать, но и главных героев. Ну, кстати, вот любая кочка, вот если ты заметил... А героиня? Героиня будет? Елена Фишер? Потому что я вижу исключительно у тебя сейчас сосисочная вечеринка. Да, героиня, конечно же, будет. Опять же, это не спойлер, потому что в трейлере мы все видели Елену Фишер, ту самую прекрасную женщину из первого Uncharted, которую, ну, как, по крайней мере, минимум, она там была. Это, ну, наш напарник главный. Да, я вот играл на протяжении первой, второй, третьей части, все, думал, когда же, когда? Возвращение хотел, да? Возвращение, да. А то он уже успел, мусье Дрейк, и с другими женщинами, так скажем, погулять, а где же? Да, он сказал, он еще Дрейк. Да, вот смотри, вот я пришел в локацию, тут определенно тупик, скорее всего, это не просто тупик, а тут что-то есть, и мне хочется это разведать, а вот я думаю, стоит ли все-таки оставить этот момент на совесть игроков, которые будут делать это сами. Просто я, конечно, очень хочу собрать все сокровища, но не хочется разрушать дух приключений вот как-то так остальным людям, тем более, что я пройду игру еще не один раз. Тут еще забавная тема для, ну, тех, кто получил игру чуть раньше, чем это, так скажем, можно сделать. Да, 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 тут очень прикольный момент, что трофеи закрыты, то есть только в день релиза можно будет посмотреть на список трофеев и узнать, а что ты собрал, что нет, что тебе осталось. И я прямо вот жду релиза, знаешь, вот многие ждут релиза, чтобы поиграть, а я жду релиза, чтобы открыть для себя Uncharted еще раз, просто посмотреть, что же мне еще нужно сделать, что я не успел сделать, какие сокровища собрать. А ты из тех людей, которые любят собирать все ачивки, я правильно понял? Ну, смотри, если игра хорошая, в случае с Uncharted это более чем, то да, есть просто игры, в которых трофеи, ну, знаешь, это прямо мучение, мучение какое-нибудь. Ну, то есть, знаешь, там тысячу часов проиграть, я готов разве что мультиплеер Анчика, вот в третьей части я прямо очень долго играю. О, у нас тут намечается конфликт, господа, так что наконец-таки мы покажем вам боевую систему воочию, потому что все, что мы увидели в трейлерах, это играют профессионалы, знаешь, вот показывают максимально круто. Сейчас посмотрим, как обычный геймер в бытовых условиях будет ломать лица, стрелять в тела негодяев и так далее. Тут, кстати, опять же, обожаю Uncharted за манеру повреждения твоих врагов, не знаю, заметил ты там в прошлых частях, заметил ли ты уже в этой, что когда ты стреляешь в какую-либо часть тела врага, да, то он в ногу выстрелил, он падает, такой, начинает прятаться в укрытии, то есть, ну, не умирает, разумеется. То есть, обычными попаданиями в ногу ты человека, скорее всего, не убьешь, вот, но все остальное достаточно ловко и как в жизни. Опять же, видишь, локация у нас большая, да, вот мы можем объехать как угодно и выбрать точку нападения, или же вообще задуматься о какой-нибудь более разумной тактике и пройти это в стелсе. Вот у нас есть кусты, вы можете в них прятаться. Я очень люблю стелсу, давай попробуем. По стелсу, так, это для меня большой челлендж. А пока, а пока, а пока я сейчас буду думать, как это пройти, объявлю-ка я вам первый вопрос, ребята. Ну, вы же понимаете, да, что твиттер уже должен был быть открыт, и вы уже приготовились писать в него, не забывая собачку PlayStation Role, разумеется, чтобы мы увидели ваш ответ. Это будет вопрос на скорость. Очень такой интересный вопрос, он будет даже занятный для тех, кто не в курсе ответа на него, просто зайдете в твиттер, посмотрите, какие варианты люди предлагают, и один из них будет правильный. А победители, как обычно, завтра в середине дня объявим, и автор правильного ответа получит кодик на PlayStation Plus на три месяца. Ну, так что, как вы знаете, у каждой новой игры есть рабочее название, ну, то есть, абсолютно любой. То есть, каждый вот, выходит какой-либо проект, но называется там New Title, например, или что-нибудь такое. Так вот, раз мы сегодня играем в Uncharted, господа, под каким рабочим названием был первый Uncharted? То есть, как его называли внутри Naughty Dog? Вот такой вот вопрос, ответивший первым завтра, будет ожидать себе в твиттере, в личных сообщениях, прекрасный кодик на PlayStation Plus. Опять же, повторюсь, что, чтобы мы могли вам написать, вы должны еще и подписаться на твиттер, чтобы личные сообщения были открыты. Так вот, у меня тут уже сердце, на самом деле, сжимается, потому что одно неловкое движение, вот типа такого, и меня могут заметить. То есть, вот сейчас, вот сейчас вот я просто провалил, провалился буквально операцией, пробовал стелса, пера, так скажем. Вот, и меня просто заметили, и тут уже добавились такие специальные стелс-метры, штуки, которые показывают, насколько ты небеспалевно делаешь что-либо. Ну, то есть, видно твоим врагам твои какие-либо действия. Я, кстати, как и говорил, включил тут вот этот режим, который помогает мне прицеливаться. Вот, то есть, смотри, вот я навожу, и он очень и очень близко наводится. Сейчас даже посмотрю, может быть, можно прямо сейчас сделать, вот, исследователь уровень, и будет еще проще, ну, то есть, чтобы было максимально наглядно. А перекаты есть? Конечно. А, перезагрузить главу. А, в принципе, контрольная точка, да. Да, перекаты, конечно, есть. Перекаты, укрытия. Да, то есть, все, что делала Uncharted в эти многие годы. Uncharted только что поменял уровень сложности. А сколько всего уровней сложности в игре присутствует? Слушай, ну, смотри, Изи чуть посложнее, то есть, там как исследователь, потом чуть посложнее, Normal, чуть выше в среднем. Давай я просто покажу, наверное, это будет чуть нагляднее, чтобы вот просто не выдумывать название, потому что они тут, ну, сделаны немножко необычные. Вот, исследователь, это самый легкий, просто легкий, обычный, тяжелый, максимальный. Вот, максимальный, это вот самое интересное, как мне кажется. Всегда было очень круто играть на максимальном, по причине того, что, ну, это челлендж, и каждая, знаешь, твоя вылазка, вот, раз уж меня там заметили, наверное, будут двигаться именно ближе к той стороне. И каждая твоя вылазка, это, знаешь, это не только, ну, простыми словами, пыш-пыш, это еще и преодоление каких-либо препятствий и тактика. Ну, так как у тебя еще есть господа, которые составляют тебе компанию, твои напарники, ты должен еще иногда, так скажем, ну, надеяться на них, например. Так вот, минус один. Я все буду пытаться, конечно, в стелсе проходить, но мне кажется, это будет для меня чуть сложнее, чем... Да давай во все тяжкие, мы же должны показать, что в этой игре не только стелс хорош. Ну, ладно, смотри, смотри. Короче, вот у нас хедшотик первый пошел. Игра, должен заметить, где-то достаточно бодро. Да, конечно. Ну, вообще, Uncharted всегда славился своим экшеном. То есть, многие люди, которые не очень любят экшены от третьего лица, предпочитают игры от первого, но они просто вот все равно в восторге от Uncharted, потому что от первого лица такой экшен, ну, пожалуй, было бы практически невозможно показать. Ну, вот я не представляю, как вот этот весь паркур, мне кажется, просто укачало бы, как минимум, сходу. Ну, то есть, видишь, я очень легко прицеливаюсь, и меня, так скажем, прицел ведет сам к своим врагам, и это очень и очень удобно. Тут еще в самом начале, когда тебя только учат стрелять, тут есть ощущение, что как-то динамически развивается твой скилл. Ну, так скажем, игра определяет твой скилл. Вот, а что в самом начале там прям красные маркеры такие начинали светиться, может быть, я их, конечно, отключил над врагами, чтобы ты точно не пропустил, где у тебя сидит какой-нибудь злодей. Так, метки врагов включены, индикатор груз, вроде все включено, да. Это хорошо, что ребята оставили возможность нам самим распоряжаться этими индикаторами, то есть мы можем, как ты уже заметил, отключить, в принципе, весь хат. Ну да, вот, например, я хочу почувствовать Uncharted еще более реалистичным и не знать, сколько у меня патронов, ну, потому что ты или считаешь, знаешь, как вот крутые стрелки в фильмах, не знаю, Брюс Виллис какой-нибудь всегда знает, сколько у него патронов в обойме и стреляет там до последнего и все такое, то есть самые эпичные моменты. Ты это тоже можешь сделать, знаешь, вот я когда как раз-таки проходил уже на максимальном, без худа, чтобы, ну, было вообще максимально интересно, и это вообще, это вообще другой опыт, когда ты не знаешь, у тебя кончилось оружие или нет, ну, то есть ты стреляешь во врага какого-нибудь супер-бронированного, да, и ты не знаешь, что последняя обойма, или что тебя сейчас уничтожат, или как. И вот такие ситуации становятся еще более напряженными, я не знаю, вот как смотришь свой любимый фильм какой-нибудь, знаешь, как тоже такой сугубо сюжетный, в котором концовка какая-нибудь, ну, после которой ты, знаешь, смотришь фильм заново и как будто бы другой фильм смотришь, вот я не хочу спойлерить, просто есть несколько таких фильмов из последних, вот, так и тут, то есть ты проходишь абсолютно по-другому, абсолютно другие эмоции, впечатления, и это очень круто, это очень круто. Ну, кстати, чтобы не быть голословным, достаточно посмотреть на всяческие европейские, наши российские рецензии, люди это, естественно, очень ловко замечают, конечно, вот, и одна из новых фишек, да, вы тоже ее видели многие, это у нас как раз кошка появилась, не в смысле животное, а вот у нас такой совсем как Кнут Индиана Джонса, буквально. Можно почувствовать себя Бэтменом, в том числе. Да, буквально, да, ну, тут, конечно, он не автоматический, этот девайс, приходится пользоваться им более-менее аналогово, но все-таки это выглядит, ну, еще более динамично, потому что, не знаю, опять же, тут есть одна из локаций, которую вы все видели, это в джунглях, то ли трейлер был, то ли что-то еще, уже не помню, ну, то есть достаточно большой отрывок из геймплея, нам показывали боевую систему как раз до релиза, и там с этим Кнутом можно делать просто потрясающие вещи, там такие комбы можно наворачивать, просто мама не горит. Ну, это мы, кстати, и тут увидим, на этой локации тоже вот в чуть более дальней части будет подобный момент. Так, машину что-то, а, вот вижу. Удобно, что вот я потерял машину, можно нажать вниз, и бац, мне ее покажут, то, что я заплутал бы, то, что локация большая. А свистнуть можно, чтобы машина приехала с водителем уже? Нет, это работает в Assassin's Creed с конем, но нет. Черт, не только в Assassin's Creed. Кстати, но, это вот сейчас у нас вся тусовка пошла, так скажем, воевать, потому что было очень много врагов. Бывают моменты, когда, ну, приходится зазывать своего напарника. И как он это делает, мистер Дрейк? Я просто, ну, понимаешь, пусть люди узнают это сами. Это будет не в этой локации, поэтому не хочется. Вот, а тут у нас, ну, тоже, знаешь, не загадка, но можно догадаться не с первого раза. Так, вот, мы зацепили. Сейчас будем рушить мост, чтобы пытаться по нему как-то там забраться. Ты запомнил, как эта штука называется, да? Лебедка. Лебедка. Лебедка, знаешь, такое, немножко с французским оттенком. Лебедка. Чтобы была лебедка. Давай, давай, гони, 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 ломай. Гони, ломай. Ох. Между тем, тут мне PlayStation показалось, что остался пять минут до SharePlay, который пока что из-за того, что игра... Не работает. Да, из-за того, что игра не вышла, не может работать. Это, кстати, очень хорошо, потому что, ну, многие люди, знаешь, по доброте душевной могли бы позволить своим друзьям поиграть раньше релиза удаленно. Тем более, ну, это отличная функция. Не знаю, я когда сомневаюсь в игре, а у моего друга она есть, он ее, там, реально рекламирует. Говорит, ну ладно, дай мне часок погонять. Он такой, ну ладно, просто мне геймпад виртуально передает, я смотрю, играю и все такое. Вот, ну, вы, естественно, сможете это сделать вот буквально уже сегодня с 12 ночи, так что мою проблему, я думаю, не большинство, а практически все покупатели и игроки Uncharted не сочтут важные и вообще не встретят даже. Ты мне позволишь поспойлерить немного, начиная с часов с шести же для зрителя? Да, да, вполне. Да, супер. Ну, как бы, начала игры там сильно спойлеров не будет. Я думаю, в любом случае люди, которые будут смотреть, ну, так скажем, твое полное прохождение, там, Uncharted, они будут уже готовы, видимо, не самим играть в игру, а понаблюдать и рвануть в магазин, там, через полчаса за консолью. Я думаю, так и будет, я думаю, так и будет. У меня есть, кстати, реальный пример после того, как ко мне зашел друг, это был еще при третьей части Uncharted и Люси Дрейка, ко мне зашел друг, говорит, слушай, покажи какую-нибудь клевую игру, я тут думаю себе взять Сонику, ну, мультиплатформа, мне не очень интересует, что-нибудь из эксклюзивов. Ну, я включил ему третий Uncharted, пошел буквально на кухню, и он говорит, ну, ладно, я пошел. Говорю, ну, что, поиграл? Говорит, да, я все понял. Такой, и что, и как тебе? Говорит, ну, я иду за консолью. Вот, сыграем в мультик через пару дней. В общем, вот, Uncharted может вот настолько влиять на людей. Я думаю, что с этим Uncharted нам еще круче было бы. Кстати, по поводу мультиплеера, он же в этой игре присутствует. Да, конечно, мы играли уже много раз в беты, там аж две волны было. Ты, кстати, пробовал беты? Нет, нет, не удалось, к сожалению, попробовать. О, слушай, тебе вот прямо после прохождения очень круто зайдет. Ну, в общем, мультиплеер Uncharted, да, это абсолютно самостоятельная штука, которая, ну, может, не знаю, засосать на огромное количество часов тоже. Ну, по причине того, что это все тот же экшен, да, ну, вот, все наши любимые экшен-сцены, которые мы видели в игре, да, мы можем повторять с реальными игроками, с реальными врагами. Это очень здорово. Тем более, насколько я помню, например, в третьем Uncharted, да, там вообще все доходило до того, что мультиплеер представлял собой некоторые режимы, кооперативное прохождение там каких-то глав из прошлой части. Например, я помню, в третьем можно было пройти один из эпизодов второй части. Вдвоем с Салли и третьей, а, и Лена, по-моему, была. О, кстати, еще один. А здесь у нас Team Deathmatch, Deathmatch. Да, тут, ну, смотри, нам давали поиграть только в один режим, это, ну, TDM, вот. И обычно, конечно, в Uncharted несколько режимов, вот. Поэтому я думаю, что просто мультиплеер тоже на данный момент нам не открыт, я не могу даже в него поиграть, но я очень хочу, потому что мультиплеер Uncharted — это потрясная очень вещь. Смотри, то есть это экшен от третьего лица, где ты бегаешь по всем вот этим локациям, которые ты видел в сюжетке. То есть это лишний, во-первых, повод вернуться в эти прекрасные места, насладиться этими пейзажами и так далее. Потому что, ну, с архитектурой тут все очень хорошо. О, у нас сейчас будет очень интересная экшен-сцена. Как раз-таки я буду пробовать тут использовать активно кошку свою. А я бы посмотрел, как ты на данном транспорте просто нырнешь вниз со скалы. Не знаю, возможно это или нет. Ну, конечно, возможно, но мне как-то не хочется. Вот, не хочется. Просто, не знаю, я за кучу лет в Uncharted настолько привык, что, знаешь, вот каждый фейл Дрейка, вот как со мной случился. Персонаж тебе дорог настолько, да? Да, персонаж дорог настолько, что, я не знаю, я переживал как за себя. То есть, когда я падал насморти, мне так было больно. Ну, то есть, я прям душевно страдал за персонажа. Так, что, наверное, наверх нужно сходить. Слушай, действительно огромная локация. При этом я еще не увидел ни одной подзагрузки. А, так в Uncharted, кстати, всегда была вот эта вот супермощная вещь, которая до сих пор, не знаю, не каждая игра может повторить. Это загрузка, которая, ну, в самом начале ты включаешь игру, самая первая загрузка идет, она там, может, порядка минуты. Вот, и ты думаешь, если так будет всегда, конечно, это, да, будет не так приятно. Но, но, эта загрузка единственная в сессии будет у тебя. То есть, прикинь, то есть, ты проходишь, 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 там даже между главами, разумеется, нет никаких, ни подгрузок, ничего. То есть, для тебя это может быть по-настоящему безостановочный экшен. Experience action, да. Да, и это очень хорошо. Слушай, я покинул, я покинул тусовку, к сожалению, больше, но теперь ты сам вынужден играть. Давай посмотрим. Это вот я играл, ты же понимаешь. Ну, конечно, конечно. Теперь ты же любишь стейлс, это вот все было не мои ошибки, я понимаю. Так, и у нас сейчас какой момент, так скажем, сюжетный вообще, вообще, что забавно и прикольно, все моменты, которые нам показывали в различных роликах, трейлерах, это, ну, как обычно бывает, тебе показывают самые сливки, то есть, самые крутые моменты. Вот, но тут вот нет. То есть, вот если вам нравится то, что сейчас происходит, то в полной версии там, конечно, будет гораздо больше всего. То есть, там, опять же, не спаляряй ничего, но суперэпичные штуки. А можем мы с тобой подискутировать на тему длительности игры? Потому что ты ее уже прошел. Я думаю, вполне. Ну, как я и говорил, этот Uncharted гораздо больше, чем любой другой Uncharted. Он проходится порядка, ну, от 13 и выше часов, ну, потому что я там уже более-менее закаленный был в таком геймплее, в плане такого геймплея, и прошел за 13 с половиной. Ну, то есть, я вот как сел, так и все. Так и вот ночью закончил, ошалевши, начал новую игру, чтобы чуть-чуть посмотреть. Но при этом не на 100% ты прошел, естественно. Конечно, нет, нет, я думаю, смотри, если вот мерить игру, так скажем, полным освоением, я думаю, это прямо не меньше 20 будет, вот 100%. Потому что, опять же, чтобы исследовать одну вот эту локацию, мне кажется, у нас бы ушел, ну, точно час, может быть, даже чуть-чуть больше. Потому что, ну, как ты видел, я просто сейчас шел навстречу именно боевым вот этим сценам, чтобы не просто залипать по поиску сокровищ, но и показывать вот такие вот какие-то разнообразия. Чтобы и наш экспириенс, экспириенс зрителя в том числе. Конечно, конечно, да. И в том числе, опять же, да, не заспойлерить ничего. Потому что вот я специально, знаешь, когда герои говорят, начинаю говорить громче, чтобы перекрикивать их. И, ну, делаю это намеренно, чтобы, ну, вдруг какая-нибудь фразочка там всплывет, хотя тут на самом деле нет. Тем более, эту главу показывали нам в 15-минутных роликах, которые вот выходили там близко очень к релизу игрушки. Я смотрел, мне ролики очень понравились. Дениска, слушай, вопрос к тебе, учитывая то, что я, ты, наверное, наслышал, люблю косплеи. Ты можешь показать крупным планом сейчас Дрейка каким-то образом, не знаю, удастся тебе или нет. У него под этой его рубашкой или футболкой есть белая майка или нет все-таки? — Смотри, ну, в данный момент нет, но Дрейка, как любой, так сказать, харизматичный мужчина, и, знаешь, мужчина, который прекрасен с собой, от которого женщины хотят детей, он следит за собой и постоянно меняет одежду. То есть за все прохождение ты увидишь его в абсолютно разных одеяниях. То есть вот это, это, ну, так скажем, неканоничная для этой части. Да, ну, я могу, конечно, там, не знаю, сейчас, ладно, позволь себе немножко там вот облики показать. То есть вот у нас Дрейк, я даже, чтобы вот никто не заметил, ты сейчас на стриме видишь, сколько костюмов мы встретим за прохождение игры, и вот буквально раз в несколько глав Дрейк переодевается и выглядит еще круче. Так вот, я сейчас тут что-то прыгаю, прыгаю, скачу. Совершенно забыл, что от меня хотят мои напарники. Слушай, неплохо, неплохо, я по скриншотам сделал, уже заказываю. Так, ага, вот мне нужно сюда точно это все подвинуть, чтобы забраться. А то я не достаю. Ну и смотри, почему выбор пал, на самом деле, еще раз, да, вот на эту локацию, помимо спойлеров, помимо того, что это одна из самых больших локаций. Вот, то, что в остальных, конечно, такого разнообразия, такого, точнее, масштаба не будет. Не, хотя, опять же, там есть еще парочка мест, где, ну, будет много всего. Тут у нас более-менее спокойно. Ну, то есть, знаешь, это тот геймплей, который можно показывать, разговаривая о чем-либо. Вот, а вот если бы мы запустили какую-нибудь главу, не знаю, на вскидку, там, 13-ю, 15-ю, да, то есть, говорить бы пришлось сугубо тебе, потому что я бы просто долбил бы в геймпад и пытался выжить даже на каком-то суперсериме. А сколько всего глав? Слушай, глав, как обычно, ровное число не скажу, ну, я знаю, но не скажу, как обычно, 20 с лишним. То есть, во всех анчиках 20 с лишним глав было. Это я спрашиваю на тот случай, если будет глава 15-16, я задам вопрос зрителям. Ты же знаешь, это экспертные эксперты, они всегда все обо всем знают, они скажут, еще 20 минут. Да. Вот у меня как раз один из коллег чуть позже меня начал играть, говорит, вот я сейчас на том-то, том-то месте, отыграл уже очень много времени, мне кажется, игра сейчас закончится. Я говорю, ну, а что, где ты? Он говорит, ну, там-то, там-то. Я говорю, ну, да, игра закончится, часов через 8, примерно. Говорю, в смысле? Ну, этот Uncharted парень, это же завершающая глава истории Дрейка. Если закрывать такую историю, то шиком, блеском, и вот как надо. Знаешь, вот как провожают, не знаю, в какие-нибудь далекие края, или, не знаю, в армии, или еще куда-нибудь своих дорогих людей. Провожать так вот максимально круто. Тихо. Опять же, как разрушаемость присутствует. Конечно, конечно, конечно. Опять же, я, правда, играю на легком, я бы уже, на самом деле, давным-давно перезагружал бы главу. И, кстати, ты можешь заметить, ну, как и зрители, вот я прячусь за какими-либо... Вот, это было очень красиво. Я прячусь за какими-либо объектами, да, они тоже разрушаются, то есть долго за ними не просидишь. Если раньше, ну, можно было достаточно, не знаю, длительные засады устраивать своим врагам, ну, и просто отстреливаться, 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 спрятался, все. То теперь игра тебя, в принципе, вынуждает веселиться. Типа, ну, почему ты такой скучный парень? Хватит сидеть в одном укрытии, на тебя, сломали мы его. И, ну, это прям дорогого стоит. Опять же, вот эту вот заварушку, которую вот сейчас мы видим на экране, я бы мог пройти абсолютно по-другому. Тут у нас есть как раз такие вот канистры, которые я взрывал в самом начале, их можно было кинуть вот в этот грузовик, и когда люди выбегают, просто их выкосить всех одним разом. Итак, кошка. А, вот и смотри, NPC подъехали, то есть они тебе помогают сейчас как раз, да? Да, ну, они всегда оставались не у дел. Так скажем, в большинстве случаев, но вот тут они активно тебе помогают. Правда, тут есть одна тоже приятная мелочь. Вроде бы они помогают, но, знаешь, в основном это более отвлекающий маневр, ну, и в зависимости от сложности. То есть, к примеру, на Нормале, когда я проходил, да, мои напарники, они вроде стреляют, 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 там, кое-как отбиваются, но убивают редко. На вот легком, я смотрю, они пободрее. Вот, а на максимальном они как раз-таки дают тебе возможность, вот, устроить здесь депошь. Я раздрежу светую гранату, не подходи к ней, вдруг что-то. Так, смотри, а, точно, мне же нужно дальше теперь открывать. Что, как тебе, кстати, вот эти вот суперкомбинации, когда ты прыгаешь со здания, не знаю, цепляешься кошкой, там, кому-нибудь череп случайно проломал, очень просто прекрасно, по-моему. Прекрасная серия, я вот люблю такой, знаешь, безостановочный экшен. Кстати, у нас же скоро в том числе выходит новинка Doom, там тоже, ребята, вот акцентировали внимание на лютый экшен, когда ты прыгаешь без остановок, перемещаешься, как раз акцентировал внимание на то, что все укрытия можно разрушить, но преимущественно, да, то есть мы видели и коробки, и, в принципе, сграждения из камня, которые тоже разлетаются, если враг кинул гранату. Не, гранаты теперь прям очень страшные, не знаю, вещи творить могут это, ну, не знаю, раньше, знаешь, взрывается граната рядом с тобой, но ты вроде бы откатился, вроде бы нормально, а теперь граната может взорваться и зацепить какую-нибудь опасную штуку рядом с тобой, вот я сейчас специально крушу ящички, толкаю их туда-сюда, они, кстати, не пропадают. Знаешь, в некоторых игрушках вроде разрушаемость есть, а ты что-нибудь сломал, бац, оно исчезло через секунду, вот тут оно остается, так что это тоже такой, знаешь, плюс для тех, кто любит до чего-либо докопаться. Кстати, опять же повторюсь, мы сегодня не только играем в Uncharted, показываем вам самую ожидаемую, наверное, все-таки игру для PlayStation 4 последних лет, не побоюсь этого слова, и разыграем кодики на PlayStation Plus. Один мы уже вопрос огласили для Твиттера, я повторюсь, что кто первый на него ответил, тот и царь, тот и победит, тот и получит код на PlayStation Plus на три месяца, но это нам нужно было делать в Твиттере, все условия наших вопросных конкурсов в описании. Этот первый вопрос звучал как? Как вы знаете, у каждой новой серии есть рабочие названия, и под каким кодовым именем создавался Uncharted? Ну, то есть такой совершенно несложный вопрос для тех, кто действительно является фанатом серии, или для тех, кто умеет очень быстро гуглить, ну, фанат серии уже написал, например. Слушай, а я как дурак писал в чате, на самом деле, только час до меня дошло, что нужно было писать в Твиттере. Только в Скайпе, только в Скайпе. Да, и, кстати, насчет мультиплеера, как раз-таки, вот мне тут точно подсказывают, что мультиплеера у меня почему нет? Потому что мультиплеер подъедет с релизным патчем. Патч 1.0.2, а у меня сейчас 1.0.1, вот, так что мне придется подождать вот еще несколько часов буквально. Вот, и, кстати, и, кстати, второй вопрос, который я хотел огласить, вы же, ребята, хотите получать кодики PlayStation Plus? Не знаю, вот я очень люблю проплачивать его прям до упора, чтобы вот просто не париться, как говорится, да, чтобы вот один раз заплатил, и все, и готово. А тут еще бесплатно можно получить, я бы с удовольствием сам участвовал, но, как выяснилось, мне нельзя. Окей, второй вопрос звучит вот таким вот образом. Вот, ребят, ну вы знаете, да, что этот Uncharted последний, к сожалению, к сожалению, этот Uncharted последний. И вот если бы история Дрейка была бы продолжена, да, не знаю, там, сиквелами, приквелами, неважно, чем угодно, то, ну вот вы заметили, да, у нас сейчас в команде есть Сэм, у нас есть Салли, и вопрос мой будет звучать следующим образом. Кто наиболее круто бы вписался в компанию к Дрейку? Ну, то есть в его, такую, не знаю, приключенческую команду. Например, знаешь, новое приключение Дрейка, Дрейк звонит Салли, Виктор, нужно срочно путешествовать, нужно делать крутые вещи. Воу-воу-воу-воу-воу, нас ждут великие дела. Он такой, нет, не могу. Звонит Сэм, Сэм тоже не может. Звонит Елене, Елена тоже не может. Все остальные участники его приключения тоже не могут. И тут врывается один из наших зрителей и говорит, слушай, у меня есть подходящий для тебя человек, ну или не человек, герой, допустим, не знаю, кто угодно. У нас есть для тебя подходящая кандидатура. И кто бы это мог быть? Пишите свои варианты наиболее веселый, наиболее крутой, наиболее креативный. В общем, самый классный твит, точнее, автор самого классного твита и получит как раз-таки подписочку на PlayStation Plus. Так что дерзайте, предлагайте свои варианты, ну и, разумеется, аргументируйте, почему. Кто-нибудь напишет, Бэтмен, как бы, конечно, хорошо, а почему именно Бэтмен? У Дрейка уже, например, кошка есть, он пользоваться ей и имеет, поэтому Бэтмен может и не пригодится. Слушай, что у тебя на экране происходит? Это какой-то лютый, беспощадный экшен. Как это вообще возможно? Слушай, ну ты как видел, я просто немножко зацепил камень и вот произошло это. А где QuickTime Event? Они здесь есть в этой игре вообще или нет? Смотри, тут как вообще, как все вообще устроено. Когда ты играешь на высоких уровнях сложности, у тебя вообще пропадают все возможные интерактивчики. Ну, я имею в виду... То есть вот эти вот иконки, которые часто в машине подходишь, они пропадают. Да-да-да, то есть ты их видеть не будешь, то есть это все рассчитано на то, что ты уже в игру играл, и ты уже понимаешь, ну как что работает. То есть кнопка действия тут на треугольник в большинстве случаев, например, да? Ну, в основном это главная проблема именно тех глав, где как раз-таки есть рукопашный бой. Ну, мы знаем, что в Uncharted один из самых зрелищных рукопашных боев. Мне кажется, даже Бэтмен в этом плане не смог побороть. Ах ты! Одну из главных сцен. Ну, ты помнишь в третьем Uncharted одна из первых сцен в баре? Да, помню, помню. Вот, вот. И тут таких хватает, тут таких хватает. И вот в таких сценах, как правило, значит, тебе всегда показывали, типа, треугольничку вернуться, там, ударить, вот это все. Тут теперь нет такого, ну, на высоких сложностях. Ну, собственно, и в третьем этого тоже не было. То есть максимально тяжело. Вот просто так, короче, с этим не разберешься. Плюс тут добавили еще новую фишку при рукопашке. Это именно перекат. То есть полностью увернуться от удара, не заблокировать, потому что при блоке ты немножко теряешь ХП, допустим, да? Ты должен еще и уворачиваться, то есть, ну, вот прям вот, чтобы еще интереснее, чтобы еще сложнее было. Раз ты уже упомянул о ХП, оно здесь восстанавливается, я полагаю, как и в предыдущих частях. Или все-таки есть в том числе аптечки какие-то? Нет, аптечек как не было, так и не появилось. В общем-то, мы просто авторегенерируемся. Вот, но, опять же, от уровня сложности зависит, насколько много мы получаем дамака. И, как не знаю, я люблю замечать в случаях с Uncharted, это очень честный экшен в плане того, что, ну, вот ты стреляешь по своему врагу, да? Там, наносишь ему определенное количество урона на изи, ну, там, на самом легком уровне сложности. И на максимуме все то же самое, только, ну, по тебе, естественно, урон проходит больше, потому что игра становится, ну, ближе к реализму. То есть, это все-таки не симулятор, но становится ближе к реализму, то есть тебя могут там с двух-трех патронов высечь. Снайперы тоже очень ловко, если тебя выстрелил кто-нибудь, и снайпер тебя добил, то, скорее всего, встречай прекрасную, не знаю, кат-сценку какую-нибудь сначала, или чекпоинт, снова смотри, что там было. Но, в отличие от других каких-нибудь игр в подобном жанре, вот, ну, их было много, там, не знаю, и во времена PlayStation 2 огромное количество было приключений, чекпоинты расставлены так, что ты можешь не сильно переживать из-за того, что тебе нужно проходить весь уровень заново. Конечно же... Это все разумно, и у тебя порыв, я не знаю, гнева не было, да? Не, бывало все равно, просто, знаешь, когда ты делаешь что-то там, ну, какую-нибудь суперкрутую связку, тебе было очень тяжело, и ты затащил, а в конце, ну, тебя просто граната встретило в зубы. Вот тут, да, тут уже так закипает немножко ситуация, и тяжеловато. Вот, но тут таких моментов, так скажем, было у меня не то чтобы мало, не то чтобы много, просто сам дурак, как говорится. Вот, но когда уже проходил на максимальном, это превратилось в такой очень взрослый солидный челлендж, знаешь, вот каждый перестрелок. Тут еще, кстати, что? Тут есть прекрасная возможность, прекрасная возможность повторять любимую экшн-сцену, то есть не проходя, так скажем, полностью главу, да, там есть список глав, которые ты можешь выбрать только экшн-сцену. То есть там режим столкновения, по-моему, называется или как-то так, и ты выбираешь нужную тебе экшн-часть. Ну, например, пришел к тебе друг, да, вот со мной так было, ко мне пришел приятель, как раз тоже коллега, он еще как раз не играл, он говорит, слушай, вот дай посмотреть там на графику, на все вот это. Говорю, ну, вот тебе графика локации где-то там просто потрясающая красота, не буду говорить, где это, ну там, ну там очень здорово. Он говорит, слушай, а вот то, что видео показывали в роликах, как там боевка, как там экшн вообще, говорю, ну ладно, вот тебе одна из сцен, на, попробуй, и просто парень в шоке. Ну, во-первых, это очень круто, знаешь, именно для того, чтобы, ну, повторить, так скажем, эмоции или переиграть какой-либо экшн-момент, вот, но это еще дополнительный, так скажем, плюс к любителям подделать фоток. Ну, то есть ты помнишь, что вот была какая-нибудь суперкрутая сцена, и ты хочешь, не знаю, сделать скриншот какой-нибудь, или, опять же, записать на шеер какой-нибудь маленький ролик, да, какой-нибудь красивый, опять же, мне кажется, фоторежим во многом был заспойлерен в одном из коммершиалов, помнишь, когда там стоп-моушен в таком все проходило, ролик в кинотеатрах был. Как раз ты можешь, в принципе, делать то же самое, то есть показать какую-то историю. А в аваритой катсцент тоже можно фоторежим включать? Да, вот, пожалуйста, я вот взял, включил фоторежим. Серьезно? Да, вот прям. А это не катсцены, в том-то и суть. Тут нет ни одного прорендеренного ролика. Тут, собственно, все. Тут абсолютно все. Это, ну, движок игры, да, ты правильно заметил. Отличная анимация, согласен с ребятами в часе. И, в принципе, эти лица скорее напоминают CGI-ролик, нежели игру. Так многие думали, что, ну, понятно, нам тут рендеров показали, в реале такого, возможно, не будет. Но, знаешь, люди, которые скептически относятся к Naughty Dog, вот, такие, кстати, есть. Вот. Им не хватило того, что они сделали в The Last of Us. Им не хватило, видимо, того, что они сделали в Uncharted. Вот. Но я знал, что вот все вот так вот и будет, а то еще и лучше. Потому что сейчас, значит, самые яркие споры, это что, графику где-то режет? Тут нет. Тут, не знаю. Опять же, видео никогда не передаст тебе то, насколько все сделано хорошо. Опять же, это там, ты смотришь нативную какую-то картинку, да, ютубчик какой-нибудь тебе предоставляет смотреть, ну, самый максимум, там, что-то 6-8 мегабит в секунду. А это, в принципе, достаточно мало. Ну, те же стримы, опять же, тоже. Ну, и плюс, тут, знаешь, даже если вот брать не графикой, да, то, что графика это та вещь, которая, ну, может устареть через 10 лет вполне себе. Тут просто смотришь на дизайн вообще, ну, на левел дизайн, на именно visual непосредственно. Вот уже в этом плане Uncharted очень тяжело, так скажем, будет стареть, потому что вряд ли он станет хуже, там, через несколько лет. То есть, это не игра, которая, знаешь, ну, про технологию сугубо, то есть, когда выходит какой-нибудь, там, не знаю, бенчмарк такой, знаешь, для какой-либо платформы, вот, он, типа, естественно, стареет со временем, вот. То есть, геймплейно и в плане дизайна у Uncharted это прямо задел, ну, на огромное количество времени. И, ну, не знаю, опять же, вот, и ты, и я играли в переиздание Nathan Drake Collection, вот. Да, было такое. Там вроде бы графика и так была хорошая, а тут ее просто на Full HD растянули, так скажем, без каких-либо больших таких суперизменений, да, то есть, механику, естественно, никто не менял, никто не трогал движок. То есть, в каком году вышла первая игрушка в первом Uncharted? В седьмом, по-моему, да, в седьмом. В седьмом году, по-моему, да? Да, да, да. И вот благодаря переизданию я, к сожалению, пропустил в 2007 год именно вот эту игру, потому что у меня не было консоли. И в прошлом году познакомился, и, на самом деле, очень понравилась в том числе и визуальная составляющая геймплей. Да, тут еще, кстати, был определенный момент, что многие боялись играть в первое Uncharted, не зная английского языка, да, в коллекции как раз-таки это исправили, он стал полностью на русском, и субтитры, и голос непосредственно. Так что, ну, это андрей коллекции, но это в любом случае важная вещь для тех, кто любит видеоигр, в принципе, и для тех, кто любит Uncharted в частности. Я уверен, что в чатике у нас сегодня очень много народа, ребят, мы прям очень рады, что вам интересен Uncharted так же, как и нам. Многие спрашивают, знаешь что, это в духе, а стоит ли играть четвертый Uncharted, если, ну, ты вдруг пропустил первый, там, три, допустим. Я уверен, что да, по причине того, что, ну, смотри, первый Uncharted, он, по сути, тебе рассказывал, кто такой Дрейк, он, по сути, рассказывал тебе, кто такая Елена Фишер, и кто такой Салли. Все, все, что тебе нужно знать про этих героев, потому что в четвертом Uncharted есть отсылки к предыдущим частям, конечно же, небольшие, но они не держат тебя в тисках, мол, иди и проходи, чтобы ты все понял. Нет, ты просто лишний раз улыбнешься, знаешь, когда увидишь какую-нибудь знакомую тебе вещь. Вот, это, конечно, очень здорово, что, ну, игра настолько не зависит от предыдущих частей. Например, в третий был подобный момент, во второй, ну, конечно, надо было знать, кто такой Салли, потому что там тебя просто сразу кидали на этот вагон, ты, в смысле, что, что, ребята, расскажи, ты хочешь что-нибудь, говоришь, что я, кто я, что я делаю, чем я занимаюсь, почему я должен сейчас умереть или должен спастись. Ну, вот это, конечно, было очень и очень здорово. Мне кажется, Дрэк сейчас намекает на донат или подписку, не знаю. Монета в его руках. Кстати, позвольте заметить, в версии 1.02 вот только что подоспела. То есть, я полагаю, что... У тебя сейчас появилось, да, как раз? Да, 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 он загружается уже. О, то есть, сегодня, уже сегодня, да, можно будет играть в мультиплеер. Ну, собственно, да, на самом деле, благодаря часовым поясам, точнее, разнице в часовых поясах и всем прочим, в Uncharted сейчас уже могут без проблем играть практически все. Я предлагаю вам сейчас сделать что? Выйти в главное меню, просто не показывать вам следующую главу, потому что там уже будет более-менее важно для сюжета кое-что. Опять же, не буду конкретизировать. И сейчас как раз покажу, наверное, одну-две вот этих стычки, о которых я говорил, что можно выбрать... Ой, так, выбрать столкновение. Допустим, 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 что мы видели... А, джунгли, джунгли. Сейчас открою нам джунгли. У нас была вот эта как раз-таки сценка примерно сейчас. Да, наверное, что-то такое. Вот, тем более, очень хорошо, что названия глав никак не названы, именно спойлерно как-то, да, значит, не знаю, грубо говоря, глава там в духе, когда Дрейк пришел туда-то, сделал то-то и произошел спойлер. Короче, это очень хорошо, что избегают таких вещей. Вот, приятно. И, кстати, совсем скоро, совсем скоро у нас стримы, как обычно, идут час. Совсем скоро объявим вам последний вопрос. Надеюсь, вы помните два предыдущих. Так, повторю, первый у нас для тех, кто в теме, для тех, кто знает Uncharted, следил за ним уже много лет или просто умеет быстро гуглить. Это, как вы знаете, у каждой новой игры есть рабочее название. И под каким же кодовым именем, под каким рабочим названием создавался первый Uncharted? Пишите в Twitter с пометочкой «Собачка PlayStation.ru». Кто первый, тот и выиграл подписочку на PlayStation Plus. А второй вопрос был уже не лимитированный по времени, ну, точнее, не так лимитирован по времени, как, например... А, вот, кстати, вот этот режим, о котором я тебе говорил, красные подсветки. Потому что у нас тут другая немножко глава. Второй вопрос у нас был каким? Какого бы вы хотели видеть с Дрейком вместе с напарником? Ну, если бы у нас выходил новый Uncharted, и вы бы выбирали ему друга нового какого-то, да. С кем бы хотели видеть в паре Дрейка? Ну, вот такой вот вопрос. Тоже не лимитированный по времени. По крайней мере, на сегодня. То есть, кто первый, не важно, кто клёвый, важно. Вот. Ну, кто лучше всего и лучших авторов, конечно же, к сожалению, будет немного. Он будет всего один у нас, и он получит код на подписку PlayStation Plus. А последний вопрос мы прямо вот перед финалом стрима объявим. И вы будете пробовать... Ох, еле зацепился. Пробовать правильно на него отвечать. Вот, опять же, то, что я сейчас проходил, я мог пройти это, в принципе, по стелсу. Очень тихо, очень вкратчиво, но... Так и скажи, что не получилось. Да я нервный просто. Я просто нервный. Я люблю, знаешь, в таких играх бежать на пролом. Но бывают ситуации, когда... О, господи, это было очень страшно. Бывают ситуации, когда ты видишь, что ты можешь. И как знаешь Джон Лок в Лосте. Только я знаю, что могу. И ты развлекаешься просто по... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Красиво очень локация. Если посмотреть на бэкграунд, в особенности эти горы, облака. Да. У нас, как обычно, знаешь, в Ванчартаде у нас всегда... А, ну вот, все, кончился мой стелс. Спасибо, ясно. У нас всегда были красивые острова, какие-то красивые постройки. Запрошенные и не очень поселения. Тут, да, у нас будут же как раз... Самые лютые приключения именно в местах неизведанных, как и сама игра в Ванчартаде, неизведанная. Так что... О, тихо-тихо-тихо. Ты меня уже один несколько раз задорил. Да, ты уже ждешь конца стрима, как никто другой, да? Отправиться в эту страну, да. Вот, но я думаю, мы как раз-таки сейчас... Ой, господи, чуть Сэма не убил. Ты как раз сейчас чуть ближе к чатику, чем я. Как раз подскажи мне, что люди думают вообще об игре. Ну, то есть, я думаю, у нас много сейчас зрителей, которые пришли просто оценить и лишний раз убедиться, что там Ванчартад им нужно брать. И как они вообще относятся к этому. Я вижу большое количество сообщений. Ребята ждут, наконец-то, выхода официального. Насколько я понял, игра выйдет в 23.00. Многие с нетерпением томятся. Да-да-да, можно скачать ее уже в 12 часов, уже точно можно будет играть. То есть, в PlayStation Store как раз... Ну, кто покупает в софре, да, то с 12 часов. Кто покупает в физике, там, ну, вы уже знаете, где вы любите игры покупать. Там вот уже завтра точно многие смогут купить. На самом деле, я бы мог еще тут много показывать вам всяческих сцен. Мог бы вам показывать все, что угодно. Мог бы опять показать, кстати, комиксного, такого селлшейнингового драйка. Но я думаю, все-таки не буду больше томить ни тебя, Денис, ни людей, которые вот сейчас просто завидуют. Я уверен, люди завидуют, которые думают, что... Даже я тебе завидую, чувак. Хватит, они думают, хватит. Мы не можем остановиться, не смотреть на это. Ну, пожалуйста, хватит. Дай нам возможность отдохнуть и прийти сегодня, там, завтра в магазин, купить игру и просто провести вот эти послепраздничные дни в отпуске в каком-то незапланированном. А я уверен, что такие люди будут. Да, несомненно. Вот, так что самое время, наверное, все-таки объявить последний вопрос. Давай. Скажем так, он тоже будет в духе такого нелимитированного по времени. Я все-таки решил чуть-чуть побегать. Ребята, ну, мы собираем здесь всяческие сокровища. Ну, просто абсолютно вот разные. То есть от кружек каких-то редких до колец, да еще чего-нибудь. Тут, например, у нас еще больше разноплановых сокровищ, чем, не знаю, в прошлых частях было. И я предлагаю вам придумать в абсолютно любом... И вот я и умер. Посмотрели, как Дрейк умирает. Да, конечно. Вот. Придумайте нам в Твиттере какую-нибудь прикольную безделушку, не знаю, какое-нибудь сокровище, которое Дрейк мог бы найти в череде своих нескончаемых приключений. Просто что-нибудь интересное, прикольное. Можете описать это словами просто в Твиттере, в то 40 знаков уложившись. Вот, кстати, видишь, я прошел главу, и мне предлагается столкновение заново начать. Вот. И придумайте нам сокровище, которое Дрейк мог бы найти. Можете рисовать, можете собирать из Лего, из чего-нибудь. Может быть, у вас у самих есть какое-то сокровище, которое вы хотели бы, чтобы Дрейк нашел. Не знаю, я не знаю, что это может быть. Не знаю, PlayStation Vita золотая, например, или что-то в таком духе. То есть рисуйте, пишите, фоткайте, все, что угодно с пометочкой собачка PlayStation.ru, чтобы мы точно увидели ваш пост. А я повторю два предыдущих вопроса, которые были сегодня в стриме. Первый, кто правильно ответит на вопрос, под каким кодовым именем, под каким, так скажем, изначальным названием проводилась работа над Uncharted, как он назывался, так скажем, на бумаге до того, как обрел имя Uncharted. На этот вопрос, кто первый ответил, тот и получит в Твиттере, естественно, кодик на PlayStation Plus на три месяца. И второй вопрос, повторим, это какого бы напарника вы хотели бы в компанию к Натану Дрейку? То есть кто это мог бы быть? Предлагайте свои самые даже безумные варианты в Твиттере, опять же, с пометочкой собака PlayStation.ru. Ровно завтра в 12 часов мы прекращаем принимать ваши работы и подводить потихонечку итоги и выбирать самого талантливого, самого эрудированного, не знаю, самого талантливого автора. Креативного. Креативного. Вот эти вот все слова, которые описывают ваш самый лучший твит, который вы сможете написать. Ну и третий вопрос, еще раз повторю, это, естественно, какое сокровище вы бы хотели, чтобы Натан Дрейк нашел? То есть рисовать, писать, ну то есть или просто у вас есть какая-нибудь больная идея, не знаю, сокровище какое-нибудь там, опять же, золотая PlayStation Vita и путешествие в Японию за ней на завод еще до релиза, там какой-нибудь Натан Дрейк череду преград, эмбарго преодолевает и всего прочего. Что-то в таком духе. В общем, предлагайте нам сокровище, предлагайте нам напарника и ответьте нам, под каким кодовым именем создавался изначально Uncharted. Первая его часть, которая вышла в 2007 году. Надеюсь, вам было интересно. Мы специально ничего вам не спойерили, чтобы вы получили тот экспириенс, который вы заслуживаете, тот экспириенс, который, так скажем, действительно достоин финальной главы приключений Натана Дрейка, финальной главы Uncharted. Это четвертая часть. Была у нас еще, разумеется, версия для PlayStation Vita. Правда, нет Naughty Dog, но под их четким присмотром. И я думаю, все, кто уже знают, что идут за игрой завтра или сегодня будут стоять в магазине, ломиться уже поздно вечером, они уже и так все знают. А если вы до сих пор сомневались, надеюсь, что мы дали вам понять, что надо брать по-любому. Вот ты вот, Денис, вот как ты оцениваешь, стоит брать или подождать, я не знаю, вот как в таком духе. Ты знаешь, давай я признаюсь честно, вы же мне диск-то предварительно выдали, да, пресс-кит. И именно благодаря, собственно, этой передаче я смогу сегодня уже выйти в эфир. Ну, вот буквально несколько дней назад я обнаружил, что с PayPal сняли большую сумму, и так получилось, что я, оказывается, оформил уже предзаказ Uncharted, поэтому я буду и в ту, и в ту версию играть с удовольствием. Все, по-моему, отлично выглядит. На самом деле не терпится узнать, какой же основной сюжет, какие ключевые персонажи, и что там с этой девушкой, прекрасной блондинкой. Вроде блондинка, да? Надеюсь, не перекрасилась. Не, у нее все нормально. Елена, она родная блондинка, да, она есть. Хорошо, молодец. Не люблю девчонок, которые меняют свою внешность, поэтому мне не терпится посмотреть, что у них там, и как, любовь, морковь, или, не знаю, может, в ссоре находится, возможно, он уже женатый человек. А это невозможно, это уже было в трейлере. Женат. Женат? Женат. Черт, ну, вот, может, кто-то не смотрел трейлер. Ладно, ладно. Ну, ладно, ребята, надеюсь, вам все было понятно, надеюсь, было интересно и клево. Не забывайте фолловить наш Твич-канал, у нас часто и розыгрыши, и стримы, и розыгрыши на стримах, в основном именно вот так. Обязательно подписывайтесь на Твиттер, чтобы точно участвовать в наших конкурсах, узнавать о всяческих крутейших новостях в мире PlayStation и вообще для тех, кто любит видеоигры. И на этом у нас все. Это был Денис Боисовский, бессменный уже практически ведущий этих самых стримов, этих прямых эфиров о лучших играх современности. И сегодня с нами был гость Денис тоже с канала We Love Games. Фолловьте тоже его, он просто потрясающие вещи делает, и он вживается в роль героя, вот прям вот максимально. Зайдете и увидите, я думаю. Спасибо большое, что пригласил. Да, я уже готов, я сижу на самом деле с рюкзаком походным, с компасом, поэтому готов через 10 минут заспойлерить вам от и до. Ну все, ребят, спасибо. Спасибо большое, что были с нами. Тебе спасибо, Дэн, что пришел. Надеюсь, еще увидимся и услышим все такое. Спасибо, и с праздником вас, друзья. Да, естественно, всех с 9 мая. Не забудьте поздравить своих близких, бабушек, дедушек и всех, кто был хоть как-то причастен к событиям 71 года и больше ранее. Всем спасибо, фолловьте и подписывайтесь везде, где только можно, PlayStation во все дома. Пока-пока.